Всем привет! Сегодня 25 ноября 2021 года. Мы с вами находимся в окрестностях города Ривне. И сегодня я вам буду показывать, как обстоят дела со строительством северного обхода города Ривне. Ну и, конечно, главная достопримечательность этой части, в первую очередь, северного обхода города Ривного, это наш виадук, который строил 112-й мостостроительный отряд. Казалось бы, совсем недавно здесь вообще еще ничего не было. Напоминаю, мы здесь, когда были первый раз с обзором, прошлым летом, только-только бурились сваи, потом начали появляться опоры. Наконец, неделю я сидел здесь, в феврале этого года уже, и мы снимали, как надвигали металлическую часть, встали железобетонные эстакады этой. И вот сейчас перед нами практически законченный виадук. Может быть, и уже законченный. Мы сейчас спустимся вниз, посмотрим, в каком там состоянии работа. Но здесь я обращаю ваше внимание на то, что мы уже идем по финальному слою щема. Уже установлены борты дорожные, установлены опоры освещения. На самом виадуке установлены перильные ограждения, отбойники. И по правой стороне также стоят опоры освещения с светодиодными светильниками. Дальше за виадуком уходит вдаль, куда-то к горизонту, готовая дорога. Сейчас, как вы уже заметили, въезд на виадук перекрыт большими блоками. Но я знаю, что здесь есть секретные дороги, поэтому сейчас мы попытаемся по одной из них сюда попасть. Но прежде чем попадать на виадук, я решил спуститься под него. И абсолютно не зря я это сделал, потому что здесь мы видим полнейшую красоту. Которую навели ребята из 112-го моста отряда. Все бетонные конструкции, все металлические конструкции, все-все-все покрашено, приведено в порядок. Здесь такой интересный водосборник построили для стоков. Это у нас стоки с железобетонной балочной эстакады. Видим два широченных патрубка. В принципе, в эти патрубки с коллектора все собирается. Но вот каким-то образом они здесь выходят. И для воды, которая падает вниз, сделана такая траншея, засыпанная крупным бутом. И потом, честно говоря, такого даже не видел. Потом эта водичка, естественным образом очищаясь, по крайней мере, от механических примесей, идет сюда. Далее здесь канава, выложенная по геотекстилю более мелкими матами. И все это туда стекает во враг. Я не знаю, предполагаются здесь какие-то еще локальные очистные сооружения или нет. Но достаточно оригинально это все выглядит. Скорее всего, большинство примесей здесь и останутся на этих бутовых камнях. Если даже не будет какой-то очистки, то пока по этой долгой дороге вода дойдет до оврага, она будет относительно чистая. На самом деле, это просто какое-то заколдованное место. Потому что даже когда вокруг сухо, здесь всегда мокро. Здесь всегда глина. Я еле-еле на своем полноприводном тюсончике, на зимней резине сюда проехал. Меня носило из стороны в сторону. Немножко прошелся. Сразу по нескольку килограмм утяжелителей получил на ботинке в виде глины. Тем не менее, мы видим здесь уже потихоньку-потихоньку начали рекреацию. То есть приводят окружающий ландшафт к состоянию, ну, как-то приближенно похожему на то, что здесь было до начала строительства. Я вам уже рассказывал, сейчас мы туда подойдем, там была временная труба, там был такой же овраг, как у меня за спиной, сейчас только поменьше. Там тоже селевые потоки проходили, когда много воды шло с окружающей местности. Там что-то должны были сделать, пока еще я не видел, что там. Зато вижу отсюда уже забетонированные откосы. В общем, можно считать, что, наверное, ну, если, может быть, на 100%, может быть, на 99% и 99% после запятой процентов, уже эта эстакада закончена. Давайте подойдем к оврагу, посмотрим, что там. Я уже вижу, сначала подумал, что это какой-то рабочий, не по форме одетый ходит, но оказывается, это местный кладоискатель. Ходит там, что-то прозванивает металлдетектором. Только что я находился под балочной железобетонной эстакадой, и сейчас мы переходим на стали железобетонную часть. Единственное, что я вижу, здесь еще не закончили, это, когда заливались разные захватки, использовался пенопласт. Сейчас он не очень красиво выглядит, но я знаю, что ребята это всегда оставляют на потом, они его там выковыривают и все красиво заделывают. Все остальное здесь вроде бы безукоризненно сделано, и сейчас мы будем с вами идти под той частью, каркас которой надвигался как раз зимой. Видим вдоль всей этой части специальные подмасти оставлены. Ну, я вам рассказывал, что они здесь будут, но одно дело рассказывать заранее, основываясь на чьих-то, в свою очередь, тоже рассказах. И другое дело, когда мы их видим. По ним можно будет обслуживать эту эстакаду. Также, как видим, есть доступ на опоры, но он сделан таким образом, чтобы случайные люди туда так просто не попали, только с какой-нибудь техники. Мы подходим к оврагу, и я уже, наверное, не буду заезжать на противоположный склон, хотя там дорога есть, но думаю, не имеет смысла. Мы можем все рассмотреть и отсюда. Видим, что склон был так очень хорошо, более плоским сделан. Вы помните, здесь такие уступы были мощные. Сейчас его сделали пологим, достаточно безопасным. Я не знаю, будет ли вот ту дорогу, которую вы сейчас видите, убирать или ее оставят навсегда. Скорее всего, будет убирать. Почему я так думаю? Потому что вот там вот мы видим такое же, как и на этой стороне, приспособление, выложенное габионными матами для водостока с моста. Кстати, мы видим еще на вот этой опоре работают ребята-строители, что-то делают. Поэтому рано было бы считать, что здесь уже все закончено. И, возможно, они как раз занимаются такими мелкими моментами, как, в частности, ликвидация пенопласта и всего остального. И тогда мы видим, что воду с всей этой стали-железобетонной эстакады собирает на себя коллектор. Далее такие же патрубки, такая же канава с крупным бутом. И далее идет щебневый водосток. И он перегорожен пока еще дорогой. Значит, дорогу уберут. Пока я любовался склонами оврага, ребята вылезли из своего укрытия. И оказывается, что там сейчас проводят дефектоскопию. Ультразвуковое исследование. Правда, что они там именно исследуют, мне отсюда плохо видно. Возможно, там есть какие-то стыки, что-то еще. Но, тем не менее, дефектоскопист своим приборчиком изучает. Я не знаю, кто это. Может быть, это технадзор внутренний 112-го моста отряда. Может быть, это кто-то из внешнего технадзора, который именно по металлическим эстакадам. Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, потоновцы должны были быть. Но я не уверен. Может быть, это технадзор, который нанимает службу автомобильных дорог. И вот я подошел к устойной опоре моста. Но, на самом деле, между мной и мостом сейчас пролегает ров. Это маленький яр, о котором я вам говорил. Здесь, как вы видите, лежала труба. Сейчас ее убрали. И, насколько я помню, чертежи, которые мне когда-то давным-давно еще летом показывали. Здесь тоже должны либо габионные ящики, либо габионные маты сделать. На самом деле, это ревчачок. Ну, сейчас он такой страшно выглядит, потому что он разобран экскаватором. До этого он казался совсем маленьким. Но здесь очень часто сели сходят. И вот вы видите, там куча деревьев. Эти все деревья это все откуда-то вот оттуда принесло. Причем, казалось бы, что здесь все ровное. Неоткуда это все нести. Вот несет откуда-то. Что в одном овраге, что в другом. Поэтому сейчас его раскрыли. И будет облагораживать. Далее он пойдет вот туда под мостом. Опять же, габионы не дадут подмывать опоры. И где-то там, уже в лесу, он должен соединиться с большим оврагом. Куда будет идти вода. И теперь мы находимся уже на Виадуке. Вы помните, я вам рассказывал, что здесь есть небольшой поворот. И как бы расширение в эту сторону, либо наоборот сужение туда. Пока это все не было собрано и оформлено уже в своем законченном виде. Было трудно понять, о чем идет речь. Теперь вы видите, здесь явно дорога шире. Далее она идет, сужается. И там, где у нас стали железобетонная эстакада, она уже имеет параллельные борта. Обычно дорога второй категории. Обратите внимание, насколько здесь красивые будут виды на окружающие леса, яры. И у тех, кто будет ехать по этой эстакаде, у кого будет желание посмотреть, полюбоваться вокруг. Что мы здесь видим? К тому, что я уже ранее вам рассказал. Могу добавить, что уже покрыты каким-то обмазочным материалом. Тротуары. Также установлены водосливные решетки. Причем, что интересно, эти решетки производства нашей уже знакомой компании Киевская Стандарт Парк. Кстати, с ними я познакомился. Я имею ввиду компанию Стандарт Парк. Как раз благодаря этим решеткам. Я их где-то сфотографировал, когда их только собирались в этом объекте устанавливать. Выложил в Инстаграм, по-моему. И со мной ребята связались, говорят, а вы наши решетки показали. Хотите узнать чего-то интересного про нашу продукцию, про наши локальные частные сооружения. Я напоминаю, кто не видел, не слышал. В основном эта компания, она на всяческом водоотводе, водосливе специализируется. У них там все есть для этого дела. И самая интересная их продукция, которую они сами же и делают. Это локальные частные сооружения. Вот эти вот огромные зеленые бочки, которые я вам часто показываю. Есть одинарные, есть тройные, четверные. В общем, много чего интересного у них. Вот это они этим всем занимаются. Собирались они нас пригласить осенью на свое производство. Но что-то пока не зовут. Поэтому я, пользуясь случаем, напоминаю ребятам, что мы ждем посмотреть, как это все изготавливается. Ну и здесь, я думаю, мы по традиции сделаем наш облет. Посмотрим, как теперь это все в почти законченном состоянии выглядит и радует глаз. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Ну что ж, вы посмотрели аэросъемку. Теперь давайте испытаем новый виадук нашей машиной. ДимаTorzok. Сейчас мы видим, что здесь уже сделали откосы, водоулавливающие лотки и поставили барьерное ограждение. Сейчас перед вами технологическая дорога, которую я вам показывал, когда мы находились с другой стороны оврага. Но судя по всему, ее тоже разберут в ближайшее время и проведут рекреацию. Ну а здесь мы видим уже откосы укреплены сеткой. Причем сетка, насколько я вижу, такая же, как я вам показывал на южном обходе Днепра. И засыпан чернозем сверху. Любители зрады часто меня обвиняют в комментариях в том, что я на всех объектах, которые я вам показываю, вижу только хорошее, в упор не вижу плохого и всех хвалю. Ну, на самом деле, очень многие моменты, которые людям, не посвященным в технологии, кажутся зрадой, потом проясняются, имеют свое логическое объяснение. И очень много из таких моментов оказывается просто наполовину сделанной работой. Потом все косяки убираются, даже если они присутствуют. Но в данном случае нашел я небольшой косячок. Поэтому к радости зрадофилов вам о нем сообщу. Вы видите, как пристыкован край щема асфальта к краю водоулавливающего лотка. Где-то он чуть выше, может быть на сантиметр, на полтора, чем край лотка. Где-то он заподлицо с лотком. Где-то даже, вот я смотрю, есть места сантиметра на два, на три выше лотка. Я в то же время на другой стороне обнаружил места, где, наоборот, край лотка выше, чем асфальт. Такого, в принципе, быть не должно, потому что вода должна стекать все-таки в лоток и идти куда-то на водосливы. Тем не менее, вот здесь мы видим лоток выше, чем асфальт. С чем это связано, я вам, к сожалению, сказать не могу, потому что у меня нету специального инструмента, типа рейки, чтобы проверить, где какие горбы. У меня есть подозрение, что это все-таки неровно уложен лоток. Но это было бы проще, потому что лоток можно исправить. Потом стык специальной мастикой закрывается и все нормально получается. Почему я думаю на лоток? Потому что, хотя я ехал с маленькой скоростью, но каких-то особых неровностей на дороге я не заметил. То есть машина не водила, не плавала она как на волнах. Поэтому есть у меня надежда, что все-таки это все исправляемо. И я на этот недостаток обращаю внимание. Надеюсь, что это будет самым крупным недостатком из всего, что можно было бы найти. Здесь я вижу, что нижний край откоса имеет выложенный железобетонными плитами кюветик. Правда, немножко его засыпало черноземом. Но это, я думаю, либо прочистят, либо промоется. И поражаюсь неутомимости человека с металлоискателем. Он уже, не знаю, я здесь час-полтора уже. И он все ходит, 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 что-то выкапывает из земли. Что он там ищет, не знаю. Ну вот сейчас я уже достиг скорости 60 км в час. Дорога абсолютно ровная. Волн не чувствуется. Так что, возможно, все-таки лотки. Справа-слева мы видим людей, которые что-то делают в кювете. И впереди у нас какая-то техника, похожая на асфальтоукладчик. Асфальтоукладчик. Это даже не асфальтоукладчик. А это перегружатель асфальта. Ну, не совсем понятно, что он делает. Похоже, что с его помощью отсыпают обочину. Ну, не знаю, я такого не видел никогда. Может быть, это фрезой отсыпают. Может быть, чем-то еще. Ну да, здесь вот видим, куда он не дошел. Тут билось барьерное ограждение. И обочина немножко пока провалена вниз относительно края дороги. Слева видим складированные части водосброса телескопического. Далее, похоже, приводят в порядок откосы. Катят уже знакомую нам геосетку для укрепления откосов. Экскаватор, что-то тоже с большим тюком в сетке играется. Кто-то его пытается переместить. Но в целом, надо сказать, что действительно дорога уже почти закончена. И вчера я общался с ребятами службы автомобильных дорог. Они мне сказали, что, я вам уже сказал, общая сдача в эксплуатацию дороги будет, наверное, к концу следующего года. Ну, а техническое движение по первой очереди откроют в этом году. До конца года должны все успеть. Там, правда, впереди небольшая недоработка с кольцом. Это случилось потому, что там были обнаружены внезапно какие-то неучтенные коммуникации. И пока искали чьи, они пока согласовывали, то потеряли немного времени. Также, как обычно, прошли дожди, размыло откос. Там, оказывается, сразу за кольцом очень глубокий яр. И пришлось корректировать проект, чтобы чем-то этот откос укрепить. Я еще пока не знаю, чем. Посмотрим, подъедем. Самое интересное, что мы с вами летали уже неоднократно над этим яром. И не видел я его. Но здесь, это уже, наверное, в третий раз я повторюсь, непредсказуемые ландшафты и яры прячутся. Совершенно неожиданно в каких-то местах возникают. Сейчас мы видим с правой стороны от нас бетонируют канаву. Нет, даже не бетонируют, а выкладывают железобетонными плитами готовыми, а бетонируют именно стыки между ними. Тут пошли по такому пути. Вы помните, автомагистраль Пивдель на южном обходе сплошным монолитом делала все это. Ну, а здесь сборная железобетон. И вы помните, мы здесь ездили в прошлый раз, это чуть меньше пяти месяцев назад. Здесь даже еще и близко такой дорогой не пахло. Хотя некоторые места уже были подасфальтированы, но все равно такой красоты не было. Некоторое время назад, очевидно, мы проехали над водопропускником, судя по наличию оврага. Но я уже не стал там останавливаться. Скорее всего, это тот водопропускник, который я вам уже когда-то показывал. И вот мы совершенно неожиданно выезжаем на путепровод над железной дорогой. Как раз сейчас здесь проходит грузовой состав. Выйду, покажу вам эту красоту. Да, заметьте, когда дорога готова, то все расстояния здесь кажутся очень маленькими. Вы помните, сколько мы мучились? Особенно первый раз, когда я здесь ездил, мы где-то искали, когда на легковой машине были объезды, где-то через какую-то грязюку на недоприводной машине пытались прорваться. Нам удавалось, потом толкали с водителем это все. Сейчас буквально считанные минуты, и мы находимся на путепроводе готовом. Я вам напоминаю, что это путепровод над железной дорогой, так называемого туннельного типа, то есть поезд в него входит как в туннель. Установлены оцинкованные перильные ограждения, установлены отбойники. Тротуар защищен обмазочным материалом каким-то, и далее идет дорога уже на кольцо. Похоже, что на горизонте мы уже видим машины, которые идут по трассе Н-25 в сторону Сарны. Мы видим, что здесь на береговой части еще не доставлен отбойник, но поскольку отбойник у нас проходит над деформационным швом, то очевидно здесь тоже какое-то подвижное соединение должно быть придумано для того, чтобы термическая деформация этот отбойник не покорежила. Все заасфальтировано щема, ровненько. Кстати, я так и не заметил, вот сколько ехал, каких-то неровностей в асфальте. Здесь у нас такая же ситуация с отбойником. Сделана лестница. Откосы пока еще не приводились в порядок возле путепровода, хотя там дальше все уже закончено, и даже какое-то вроде бы озеленение присутствует. Временный технологический переезд через железную дорогу пока не разобрали, но, насколько я вижу, уже ребята из 112-го моста отряда здесь нету. Очевидно, они сюда приезжают уже по готовой дороге для того, чтобы какие-то мелочи заканчивать, такие как отбойник. Благоустройство откосов, это, скорее всего, белорусы этим будут заниматься. Также напоминаю, что по условиям Укрзалезницы здесь должны были построить такой широкий путепровод для того, чтобы можно было в перспективе здесь разместить еще одну колею. Вот мы видим, достаточно много места для этой колеи оставили. И здесь усиленные ростверки на подпорные стены для того, чтобы ничего никуда не сползло. Обращаем внимание, сколько здесь выставили защитных экранов. Мы знаем, что такие экраны обычно ставятся над железными дорогами. Здесь ветка не электрифицированная, но, опять же, по условиям Укрзалезницы высота путепровода должна предусматривать электрификацию. И обычно эти экраны устанавливают даже не столько для того, чтобы никто не прыгнул на поезд или на рельсе, сколько для того, чтобы защитить людей от случайного поражения электрическим током. Потому что обычно прямо под путепроводом высоковольтные провода, железнодорожные, контактные, пролегают. Если кто-то туда что-то захочет засунуть, не знаю, что там, удочку, клюшку, еще что-то, то вполне может получить очень хороший удар током, вплоть до смертельного. Поэтому обычно такие экраны устанавливают как раз над электрифицированными ветками, но тут все сделали заранее. И здесь мы также видим лестницу. Сейчас, к сожалению, уже мы не можем спуститься здесь машиной, потому что максимум, что можно сделать, было бы это объехать по каким-то грунтовкам очень далеко. Все съезды с этой насыпи уже ликвидированы, насколько я вижу. Но предпримем пешую прогулку для того, чтобы оценить всю красоту путепровода. Ребята из 112-го моста отряда молодцы, большие. Опять же, пока это все не было достроено, нелегко было себе представить, как он будет выглядеть в законченном состоянии. Напоминаю, что чуть дальше, примерно метрах в двухстах от нас, есть еще скотопрогойник, он же проезд для какого-то местного небольшого транспорта. Это, наверное, первый объект, который мы вот здесь вот увидели с вами когда-то, когда еще путепроводом здесь даже не пахло. А вот этот скотопрогойник, под него делалась уже подушка из щебня. Я уже туда не буду подходить, я вам когда-то его показывал, просто напоминаю о том, что он здесь есть. Совершенно неожиданно я здесь обнаружил интересный ракурс, с которого этот путепровод выглядит каким-то футуристическим сооружением. Что мы здесь видим? Ну, практически он закончен. Доводят до ума водосточную систему перед ним. Не знаю, что будет дальше. Может быть, такие же лоточки куда-то туда в овраг. Может быть, габионные матики. Здесь мы видим, где была отсыпка. Немножко не докрасили его. Думаю, это не является большой проблемой. Это работы на полдня к хорошему маляру. С другой стороны тоже видим, еще до конца не побелили. Но в целом выглядит просто шикарно. Сейчас вы знаете, все искусственные сооружения защищаются специальными составами от коррозии, от разрушения. И одновременно это делает их очень красивыми. Такие серые под металлик-балки над нами. И белые опоры. Ага, мы видим, что здесь водосточный коллектор как раз выходит в этот желоб железобетонный. Также видим несъемную опалубку из профнастила. Ну что сказать, ребята, мостовики молодцы. Ну а нам остается только выполнить еще один облет. Вот как раз здесь взлетим. И попробуем долететь, как обычно, до недостроенного кольца. Надеюсь, что в ближайшее время все-таки его закончат. Я не знаю, успеют ли до Нового года. Работы ведутся. Там вроде бы уже порешали все проблемы с коммуникациями. Ну будем за ребят держать пылаки, как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот сейчас вроде бы сухая погода, я вам уже жаловался, и еще раз повторюсь, я прошел по отсыпанному грунту, и у меня уже на ботинках куча противовесов, такие, наверное, по килограмму, по полтора на каждой ноге, хотя вроде старался идти по сухому. Откуда здесь эта влага берется и как с ней бороться, я даже не представляю себе, но думаю, специально обученные на то люди, проектировщики дорог, с этим как-то справятся. На этом я заканчиваю свой обзор, благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу, к стройкам Киева и Украины. Честно говоря, я думал, что сегодняшний обзор будет у нас последним по этому объекту, но судя по тому, что мы увидели на его второй и на третий очередях, нам сюда еще предстоит приезжать в следующем году, может быть раз, может быть и не раз, поэтому мы не прощаемся со строительством северного обхода города Ривны, будем продолжать отслеживать данный проект. Я благодарю моих уважаемых зрителей и донаторов за поддержку, благодарю также пресс-службу Крафтодора, которая помогает нам организовывать наши поездки и службу автомобильных дорог в Ривненской области. Огромное спасибо нашим мостостроителям, дорожникам, метростроителям, строителям, всем, кто радует нас своими трудовыми успехами. Большое спасибо всем вам, кто смотрит меня с подпиской, делится ссылками на мои видео в соцсетях, оставляет мне лайки и комментарии. Если еще не подписан на мой канал, самое время это сделать, жмите колокольчик, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на телеграм-канал, вступайте в группу в фейсбук, подписывайтесь на страницу в фейсбук. Поддержать мою деятельность вы можете на патреоне или через банковскую карту, все реквизиты даны в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых обзоров, мира, счастья, здоровья, любви, добра. Пока! Уже по дороге на ночевку в Ривне у меня появился повод для неожиданного постскриптума. Как вы, наверное, заметили, я вернулся снова на перекресток, к началу Виадука, вот там он просматривается на горизонте. Уточнил, как называется, дорога, на которой я сейчас стою. О-18-15-01, это та дорога, о которой я сегодня уже упоминал. Ее ремонтировали в рамках программы «Велике будивництво» как местную дорогу по заказу местных областных властей. И ремонтом занималась компания Ривне «Автошляхбуд». Я также уточнил ее правильное название. Ради чего я здесь, собственно, остановился. Дорога эта ведет из села Хотинь в город Ривне через Великий Тамалый Олексин. И вот здесь, на участке, который находится между селами, я обнаружил велодорожку. Новенькая, хорошо заасфальтированная, с разметочкой, двунаправленная. У нее есть укрепленная чебнем обочина. Правда, по какой-то причине решили не делать обочину между дорогой и велодорожкой. Просто засеяли травкой. И мы видим, что тут уже немножко ее испытывали колесами. В то же время, с другой стороны дороги, есть обочина, укрепленная также щебнем. И сама дорога покрыта мелкозернистым асфальтобетоном. Я вам про это упоминал. Так что, достаточно, я думаю, приятное новшество для местного населения, которое пользуется велосипедами. Пока я еще не знаю, куда идет эта велодорожка. Может быть, до какого-то из Олексинев. А может быть, и до самого Ривного. Но, тем не менее, все равно, когда такая инфраструктура появляется между селами, на обычных местных дорогах, то это приятно. Уже темновато. Но, все равно, давайте посмотрим немножко, как выглядит новая дорога. Видим там, где откос был с левой стороны. Там велосипедистов. Я так понял, что здесь не только для велосипедистов, потому что знак гласит о том, что в ней могут совместно и пешеходы с велосипедистами ходить. И вот еще одно такое же место видим. Велосипедистов обезопасили от падения куда-то в овраг. Достаточно таким интересным, высоким перильным ограждением. Да, мы, кстати, с вами еще на этой дороге не были никогда. Поэтому, возможно, вы меня простите за такой подскриптум, который не совсем относится к основной теме нашего обзора. Вообще приятно, что местные дороги так же делаются. Есть какие-то велопереезды даже. Или велопереходы, как правильно сказать, не знаю. Видим, подрезались откосы. И велодорожка тянется, тянется, тянется. Мы уже подъезжаем. Это, если не ошибаюсь, у нас великий Олексин. Дорожка идет до него. Как минимум. Ну и, собственно, подскриптум, я думал, будет еще до самого Гривного. Но он уже у нас заканчивается. Потому что в Великом Олексине у нас закончился отремонтированный участок. Закончилась велодорожка. В общем, все закончилось. Начались ямы. Так как все и было ранее. Так что на этом я с вами прощаюсь еще раз. До новых встреч, до новых обзоров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok